Всем доброго времени суток! Меня зовут Ева Лехцер. Рада приветствовать всех, кто загнул на мой канал. В данном видео я вам представлю тероскоп с 24 по 30 сентября 2018 года. Тероскоп будет выполнен для всех знаков зодиака. Работать я сегодня буду с двумя колодами. Это мистическая тару. Это для тех, кто интересуется непосредственно тару, ибо коллекционирует. И будем работать с колодой Ленормана. У нас будет вспомогательная. Называется она Ленорман Фейри. Так, ну что, давайте настраиваться на работу. Хочу вам напомнить и, скажем так, смотрите тероскопы здраво. Какой бы знак зодиака у вас не был. Овин, Телец, Стрелец, Скорпион, Водолей. И мы должны понимать, что он не может однозначно проигрываться абсолютно для каждого из представителей любого зодиакального круга. По какой причине? Да потому что знак у вас один, а асценденты абсолютно у всех разные. Соответственно, у кого-то это проиграется в 100% мере, у кого-то частично, у кого-то в принципе может не проиграться. Потому что нужно смотреть, например, не по знаку зодиака, а по асценденту. Поэтому сопоставляйте, пожалуйста, как у вас проигрывается, по какому знаку именно. И примеряйте к своим жизненным обстоятельствам и ситуациям. Напоминаю, что работаю я на прямых и на перевернутых арканах. У меня в колоде и те и те карты. А в каком соотношении, в каком количестве, ну мне сказать сложно не высчитывать. Потому что это все, карты ложатся от предпутасовки сами. Так как они хотят, так как они считают нужным. Начинаем мы с представителей знака зодиака Овен. Итак, Овны, что же вас ожидает на следующей неделе? Настраивайтесь, пожалуйста, будем смотреть. Итак, позитив недели, негатив недели, совет от карт. На позитив недели. Ой, у вас тут какие-то значимые, я бы сказала, даже кардинальные перемены. У вас старший аркан суд. Другими словами, если у вас ситуация возвращения кого-либо в вашу жизнь, то это однозначно возрождение, примирение. Это когда вы вновь с кем-то можете сойтись. Если же у вас в целом ситуация в отношениях, переход ваших отношений на новый уровень. Возможно, вас позовут замуж, да, либо вы будете жениться. Ситуация в целом, когда отношения выходят на новый этап. Если вы одиноки, то это вас любоносная возможность встретить свою вторую половину. В целом же сам по себе аркан указывает на кардинальные значимые перемены. То есть если это касается судебных дел, они для вас будут в выигрышную сторону. То есть вы отстаете свои права, свои интересы. Если в плане работы, то карта четко указывает на ситуацию перемен положительных. Потому что здесь может быть и пойти карьерный рост, и финансовая стабильность. То есть какие-то новые перспективы. Но кардинальные перемены, но самое главное благоприятные. Вот то, чего вы очень долго-долго-долго ждали. К чему вы шли, к чему вы стремились. Поэтому неделя для вас будет очень волнующая. В плане негатива. Что вам здесь падает? Рыцарь Пентакли. В плане негатива, что вы очень долго ждали этой ситуации. Либо долго к этому шли. И у вас знаете, как у нас говорят в Украине, уже натерплячка. То есть терпению вашему приходит конец. Но поймите, тише едешь, дальше будешь. И здесь это однозначно у вас отыграется только в лучшую сторону. У некоторых в плане негатива, это могут быть финансовые траты, которые могут у вас соотноситься с покупкой. Это конкретно, например, автомобиля, либо транспортного средства. Вы можете взять его в рассрочку, в кредит, либо просто купить. И это для вас финансовые траты. Либо же, если с позиции вичной жизни рассматривать. То, что вы очень долго ждали вот этого переломного момента. Либо сама по себе ситуация на какой-то период еще затянется. Например, если ситуация здесь бракосочетания. Но оформление всех этих нюансов, то есть подготовка к свадьбе и так далее. Если здесь какие-то судебные иски, что волоки-то затягиваются. Но, тем не менее, например, на этой неделе уже был какой-то кульминационный момент. В плане совета. В плане совета. Вот перевернута двойка пентаклей. Вы сейчас в ситуации стагнации, тупика. Как говорят вам карты, просто выжидайте. Не спешите. Всему свое время. Вы все успеете. Все у вас получится. Даже мы сейчас посмотрим на Ленорман. Что они вам скажут с позиции неожиданности недели. Что вас ждет. Либо к чему может вам стоит подготовиться. Так, давайте посмотрим, что же у вас здесь. Так. У вас здесь падает первый аркан карта всадника. Ваши изменения уже на пороге. Вот, а не скоро. Потому что здесь либо это приезд человека, которого вы очень долго ждали. Либо возвращение человека в вашу жизнь. Либо какие-то скорые новости, известия. Вот они уже на пороге. То есть ситуация вот-вот разрешится. Вам даже не нужно будет для этого прикладывать какие-то особые усилия. Также эта карта указывает на поездки, командировки. Все, что связано с логистикой, перевозками, смс, телефония и так далее. То есть постоянно какие-то новые контакты, новые знакомства, движения вперед. Вот для вас, если смотреть с позиции неожиданности, что здесь может проиграться. То бишь, либо приезд человека, либо вы сами отправитесь неожиданно в какую-то поездку, которая несет вам благоприятные переменные перспективы. Либо это долгожданное письмо, звонок, либо сообщение, которое вот, как говорится, гости на пороге. Ожидайте. Все для вас на этой неделе будет благоприятно. Так, ну что же, переходим теперь к тельцам. Что же тут наши представители земной стихии? Давайте посмотрим. Тельцы, настраивайтесь. Пусть и у вас неделя будет хорошей. Так, что у вас здесь на позитив недели? Негатив недели. Смотри под карт. На позитив недели. Так, ну шестерка кубков. Ситуация эмоций, либо ситуация возвращения кого-либо из прошлого. Карта ностальгии, воспоминаний, возобновлений чего-либо, примирения. Это если касается отношений. Если на текущий момент вы одиноки, возможно к вам каким-то образом вы увидите с новой стороны свое окружение. Потому что шестерка кубков – это человек, которого вы уже знаете. У вас здесь могут зарождаться отношения с человеком, который, например, вы вообще могли вырасти, провести все детство, все отрочество, юность, зрелость вместе. Ну, как воспринимать, как чужого человека. А теперь раз, знаете, как пошел контакт. Если же смотреть в целом, не с позиции взаимоотношений, а вот в плане работы. Это помощь и поддержка ваших близких, либо окружающих. То есть налаживание контактов. Сама по себе карта по шестерке кубков с позиции финансов не несет каких-то кардинальных перемен. Здесь все, что может пройти, это, например, получение наследства. Но эмоции на этой неделе вас захлестнут. Надеюсь, ты в положительном ключе. На негатив недели, что у вас здесь падает? У нас старший аркан дурак. Он, как говорится, в ум с головой, чего бы ни касалось. Хотя тельцам это не свойственно, но тем не менее, знаете, иногда, видимо, тоже хочется дать слабину. Либо же это какой-то новый этап вашей жизни. Либо для некоторых, я повторюсь, не для всех, для единичных, да, представителей знака тельца. Это может быть неожиданная беременность. Вот так еще может проиграться в связке с шестеркой кубков. Поэтому обратите здесь внимание. Но тем не менее, дурак в позиции негатива указывает на вашу какую-то непредосмотрительность. Нельзя называть это глупость, а вы, скорее всего, какой-то безрассудством. То есть будет как будет, куда вырулит ситуация, пусть так и случится. В плане совета, ну в плане совета, да что, звезда исполнения ваших желаний. Это вот, понимаете, то, к чему вы очень долго шли, наконец-то получила свою реализацию. Как говорит сам по себе Аркан, к чему бы вы ни стремились, оно вам будет дано свыше. Потому что вам это свыше предначертано. Если касалось это переживаний в плане работы, то ситуация стабилизируется, повернет в лучшее русло. Если позиция финансов, не знаю, приобретение чего-либо, тоже случится. Но по звезде это то, что вы получаете не сразу, а, например, долгосрочные перспективы. Ну, например, если вы что-то покупаете, ну, там, не знаю, в ипотеку, в кредит и так далее. Если это в целом касается каких-то ваших планов на переезд, еще одно что-либо, тоже случится. То есть готовьтесь. Ну, давайте на неожиданность недели. Чего вам здесь ожидать? Какой-то, так сказать, сюрприз, либо потайной карман. Ну, давайте, смотрите, что же у вас здесь? Ой, товарищи, особенно если смотрят женщины. Вот женщины для вас это отыграется как нельзя лучше. Мужчина вам здесь падает? 28-я карта, карта мужчины. Поэтому, вот кто не надеялся, не ждал, вернется. Либо кто был в ссоре, помиритесь. Либо у кого не было взаимоотношений, найдете-таки свою половину. Единственное, что если смотрят меня мужчины, то здесь, как говорит карта, на этой неделе какие-то значимые перемены зависят от вас самого. То есть, например, если вы долго не решали с кем-то помириться, либо выйти на первый, ну, как, да, на какой-то значимый этап, вам здесь нужно действовать. Либо же для мужчин здесь тоже может проиграться, как появление в вашей жизни человека из прошлого. То есть, друг, либо какой-то родственник, который каким-то образом благоприятно повлияет на вашу жизнь. Смотрите, у вас два старших аркана. Неделя значимая. Поэтому, всех вам благ, пусть так и случится. Так, кто у нас дальше? Близнецы. Близнецы, пусть эта неделя для вас заиграет только позитивными красками. Итак, на позитив недели. Негатив недели. И совет от карт. Итак, Близнецы, на позитив недели. На позитив недели у вас падает здесь перевернутый отшельник. Ну, это знаете, как я говорю, свершилось. Сам по себе арканам, сейчас покажу, просто в прямом положении, да, символ одиночества, либо переосмысления, либо переоценки чего. Ну, неважно, чего это касается, работы, взаимоотношений и так далее. Вот здесь карта четко указывает, что все. Пришло время выходить из ситуации стагнации. То есть, если вы были одиноки. Новое знакомство, новые контакты, новые связи. Если вы просто, например, не могли найти взаимопонимание со своей второй половиной, то перевернутый отшельник – это желание пойти на компромисс, либо что-то угладить. Если вы в целом в паре, у вас все хорошо, то перевернутый отшельник указывает в еще большей степени на ситуацию сближения. Да, безусловно, вы здесь сразу все проблемы не решите. Но перевернутый отшельник, как указание, это знаете, вам нужно в первую очередь поработать с самим собой. Проработать какие-то внутренние блоки, либо ваши установки, для того, чтобы наладить вашу жизнь. Если смотреть с позиции работы, то карта указывает на выход из тупиковой ситуации, то есть, вам кто-то окажет помощь, либо мудрый совет. То есть, здесь больше, знаете, как какая-то моральная поддержка, либо слово мы не делаем, как выйти из какого-то замкнутого круга. В плане финансов здесь нет позитива, потому что перевернутый отшельник, он в принципе не указывает на стабильное финансовое положение. Но здесь больше, как идет ситуация духовных уроков. Так, в плане негатива. Перевернутая императрица. Вот здесь, что здесь может у вас быть? Если смотрит мужчина, да, не было здесь взаимопонимания супруга, либо с девушкой, либо с матерью. И вот человек еще будет находиться, как, знаете, в какой-то вот упертой позиции. Но тем не менее, вы сможете здесь найти контакт. Единственное, что перевернутая императрица, это как негативное влияние на что-либо женщины. Если ты на работе, то это начальница, либо ваша коллега, да, которая каким-то образом, ну, вам мешала. Но вам все равно получится это преодолеть. Поэтому переживать вам не о чем. Потому что даже вот с позиции совета, видите, у вас шестерка мечей, карта прорыва, движение вперед, новые горизонты, новые возможности. Смотрите, если в плане совета данную карту рассматривать, сейчас вам специально дотяну. Сейчас проясним один момент. Так, звезда падает. Замечательно. То здесь, если смотреть на отношения, то есть попытки все-таки гармонизировать связь, наладить контакт, вывести отношения на новый уровень, здесь может и речь, например, о совместной поездке, переезде, либо, знаете, ну, в целом, реализация ваших планов и надежд. Если мы смотрим здесь без привязки именно к личной жизни, то с позиции финансов здесь возможность каким-то образом приумножить свой капитал. Если с позиции работы, то однозначно поездка, переезд, либо ситуация карьерного роста, но в перспективе. То есть сейчас об этом могут вестись переговоры. Так что даже вот негативные какие-то влияния третьих лиц не смогут усугубить вашу ситуацию. Давайте здесь посмотрим, о чем нам скажут ли нормы. На неожиданность недели. Что у вас? Коса. Коса – это называется напряженное отношение, либо напряженное общение с кем-либо. Вот то, что у вас здесь имело место быть. И коса здесь указывает на очищающий конфликт, связки всех арканов. Ну то есть, знаете, когда вы на эмоциях поругались, наговорили друг другу, ну не то, что там негативы, на каких-то нелицеприятных вещей, но вместе с тем прояснили, что здесь было не так. Ну то есть, что вас не устраивало в взаимоотношениях, либо что вас не устраивало в работе. То есть, в чем была причина конфликта. То есть, вы знаете, через эмоции, через вот эту вот вспышку ярости и гнева прояснить все недоразумения. Поэтому в связке данных арканов коса здесь имеет положительный аспект. Пусть у вас так и будет. Так, переходим теперь к рыбкам. Рыбки, давайте посмотрим, что же вас здесь ожидает на этой неделе. Пусть она для вас будет только позитивной. На позитив недели. Негатив недели. Совет от карт. Видите, даже вот солнце таким образом повернулось, освещает вам ваши арканы. Давайте смотреть. На позитив недели. Что же у вас здесь? А у вас здесь ситуация ясности. Наконец-то как-то, знаете, трудный, но значимый выбор. Потому что если вот здесь вы теряетесь, куда пойти, куда податься, либо что-то сделать, либо над вами давлили какие-то иллюзии, какие-то мечты, либо пустые надежды, то сама по себе здесь ситуация правильного выбора. Либо выбор, знаете, как с трезвым рассудком. Когда вы полностью глушите в себе эмоции и, наконец-то, делаете то, что... Ну, смотрите, если с позиции личной жизни, это попытка трезво оценить ситуацию. Без иллюзий, без каких-то призрачных надежд. То есть понять, что происходит. Возможно, у кого-то здесь упадут розовые очки. Да, вы увидите своего партнера в истинном лице. Если здесь в плане работы, то это ситуация трудного выбора. Например, как развиваться, в чем себя найти и реализовать, когда вы уже понимаете, что здесь конкретно, и как нужно это делать. В плане финансов карта не служит. Финансовые перспективы, наоборот. Здесь могут пройти финансовые траты. Но то есть, что бы здесь ни произошло, и, возможно, для вас это будет не совсем лицеприятным озарением, но для вас это сослужит такую вот приятную службу. В плане негатива. В плане негатива, вот. У вас, видите, одни семерки. То есть перелом ситуации. Вы пускаете все на самотек. А, возможно, здесь следовало провести какие-то активные действия. То есть, если, смотрите, в вопросах личной жизни, вот если есть какие-то недоразумения, нужно не ждать, пока, скажем так, партнер сам это озвучит, а брать быка за рога и озвучивать вопросы в лоб. Если это касается работы, не ждать, пока вам предложат повышение, а, например, подойти и поговорить об этом с руководством. То есть, каковы у вас перспективы, на что вам надеяться. То есть, вам нужно уметь озвучивать вот то, что вы доите в себе. Потому что, ну, рогам свойственно, вы закрываетесь эмоционально, вам крайне сложно открыться, что-то обсуждать. Хотя вы умеете строить конструктивный диалог. В плане совета, вот у вас падает перевернутая восьмерка Пентакли, это нежелание трудиться, либо работать над ситуацией. Но, смотрите, видите, у вас одни младшие арканы. Само по себе недели для вас не является значимой. Вот вы опустили руки, не готовы меняться, не готовы трудиться, не готовы каким-то образом, в целом конструктивно взаимодействовать. Ну, возможно, скажем так, вы просто устали от какой-то ситуации. Как говорит карта в плане совета, ну, хорошо, вы ждите, вы ждите время, посмотрите, куда ситуация повернет. Раз вы не готовы предпринимать какие-то активные попытки, либо у вас есть внутренние блоки и страхи. Так, с позиции неожиданности, что у вас здесь падает. Карта-всадник. Так, всадник указывает на ситуацию новостей, писем, звонков, приезда. То есть, понимаете, ситуация вот уже на пороге. Ждите. Ждите либо прихода, либо приезда вашего товарища. Что-то важное здесь состоится, прояснится, будете что-то решать. Вы здесь, конечно, занимаете какую-то выжидательную, пассивную позицию. То есть, действуй сам или сама. Либо ждете, что к вам само все пойдет в руки. Ну, хорошо. По карте-всадник все равно ситуация прояснится. Узнать где-то, что хотели узнать. Так. Идем дальше. Так. У нас теперь тут 9. Что же вас ожидает на этой неделе? Так. Позитив недели. Негатив недели. Совет от карты. На позитив недели. У вас здесь падает ситуация самокопания, попытки избавиться от иллюзий, поработать со своим подсознанием. Перевернутая луна. Здесь, когда вы, например, чувствуете, может быть, какую-то опасность, либо ситуацию предательства, либо в целом какие-то вот моменты неясности. То есть, перевернутая луна – это у вас попытки что-либо прояснить. Вытащить что-то наружу, из себя, либо в целом из какой-то ситуации. Но здесь еще, знаете, как может быть? Работа с внутренними страхами по луне проявляться. Или же, если смотреть в целом, не с позиции подсознания и так далее, луна у нас часто указывает на ваших близких, ваших родственников. А именно, то есть здесь какие-то налаживания контактов с родственниками. Луна часто указывает за бытовые какие-то аспекты. То есть обустройство дома, ремонт дома, вложение в этот дом. Понимаете, все, что связано именно с вашим уютом, бытовой ситуацией. В плане негатива у вас здесь падает перевернутый паш Пентакли. Это отсутствие в чем-либо опыта или навыков. Ну, например, вы взялись за какое-то новое дело, пусть даже обустройство дома, но у вас нет дизайнерской жилки, либо вот этого взгляда конструктивного. То есть здесь вам нужно будет воспользоваться услугами третьих лиц. Или же перевернутый паш Пентакли. Неготовность, нежелание учиться чему-то новому, перенимать новый опыт, либо вы пока в целом сами к этому не готовы. Сам по себе перевернутый паш Пентакли с перевернутой луной может быть в связке указывать на финансовые траты, касаемо родственников, жилища, либо же здесь вложения в здоровье, а именно в ваше лечение. В основном это касается женщин, потому что луна очень тесно связана с гормональным циклом. Так, и в плане совета у вас здесь падает перевернутая тройка кубков. Ну смотрите, можете посмотреть предыдущие знаки, карты ложатся так, как идет информация. В данном случае у вас выпало все три аркана, не потому что у меня все карты в колоде перевернуты. Давайте вы это посмотрите сами, чтобы просто не возникало у нас таких вот вопросов. То есть есть как прямые, так и перевернутые арканы. Видите, в вашем случае информация идет таким образом. Так вот, это карта какого-то вот самокопания, самобичевания, депрессии. Вот что-то вам не понравилось, и вот либо слишком эмоционально будете на этой неделе. Будете выплескивать свою какую-то агрессию, либо негатив, либо недовольство. Например, что-то задумали, а не получается. Но неделя для вас не является значимой, у вас всего лишь один старшаркан. То есть не будет здесь кардинальных перемен. Перевернутая только кубка в данном случае. Не выплескивайте свою какую-то агрессию, либо разочарование на ваших близких, ваших друзей или знакомых, или коллег, ну дабы, скажем так, не расстраивать ваши отношения, не усугублять какую-то ситуацию. Лучше постарайтесь, не знаю, там, это вылить в спорт вашу агрессию, не знаю, там, в арт-терапию, либо то хобби, которым вы увлекаетесь и занимаетесь, которая вам приносит удовольствие, лечит вам душу. Так, на плане неожиданности у вас здесь падает карта сердца. Сердце. Возможно, у вас это будет касаться дел сердечных. Если все-таки у нас это падает на неожиданность недели, то о чем здесь может говорить ситуация? Существует какая-то ситуация из прошлого, к которой вы не будете готовы. Это, скорее всего, может быть для вас ситуация любовного треугольника. Но и, как следствие, вам придется здесь принимать решение, значимое решение, решение по сердцу. То есть, например, впускать в вашу жизнь вновь этого человека или не впускать. То есть, каким образом вам здесь действовать. Но, как говорят карты, не спешите, посмотрите, как развернется ситуация. Так. Вот такой расклад у нас вышел для левиад. Давайте смотреть дальше. Дело. Позитив недели. Негатив недели. Совет от карты. На позитив недели у вас здесь падают рыцарь жезлов. Карта страсти, скорости, перемен. Вот когда энергия из вас бьет ключом. А именно, ну, то есть, какие-то новые начинания, новые возможности, контракты. В основном, это связано с командировками, переездами, либо вашими начинаниями, продвижениями, например, по карьерной лестнице. Это, если касаемо личной жизни, то есть, это попытки внести какую-то вот изюминку в вашу жизнь, какие-то новшества, да. Потому что здесь все делать это с душой. Но не с позиции там любви и искренних чувств, а именно, как я говорю, по страсти. То есть, идет какое-то сильное влечение. В плане негатива, перевернутая двойка Пентакли, ситуация тупика. Ну, давайте рассмотрим эти карты в связке. Если мы будем смотреть с позиции личных отношений, то есть, вот этот вот ваш пыл может быстро поугаснуть, потому что перевернутая двойка Пентакли, это, знаете, как наткнуться на тупик. Либо непонимание, либо вы не видите, что вашу партнеру это нужно. Либо у вас здесь еще может быть ситуация тупика, из-за ситуации выбора между несколькими партнерами. Повторю, это проиграется не для всех. Если смотреть рабочий аспект, то здесь, например, ваше рвение, ну, каким-то образом вложится в проект. Не важно, ваш это бизнес, либо это в целом вы работаете на работодателя, да. Но вот здесь как-то раз вас и застопорили. Вся ваша энергия, хух, и сошла на нет. Если в плане финансов желание вам что-то вложиться, либо приумножить, тоже ситуация ступора, потому что сомнение. А нужно ли мне это будет, и будет ли это оправдано? Но что вам здесь советуют карты? Здесь падает перевернутая семерка пентаклей. Это когда вы не получаете, скажем так, должного результата, либо должного ответа на ваши действия. То есть если в плане личной жизни, как говорится, все впустую, старался, 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 либо старалась, да, результат одной. В плане работы, ну, допустим, ваш проект, либо ваши какие-то инновации на рассмотрении, но не факт, что они будут приняты, скорее всего, здесь еще не время. Если в плане финансов, то, как бы, знаете, здесь сопряжено с финансовыми тратами. На что конкретно, это уже другой вопрос, но тем не менее. Но опять же, неделя у вас проходящая, потому что здесь нет старших органов, нет значимых каких-то перемен. Давайте посмотрим на вас. Для вас с позиции неожиданности недели, о чем говорят карты. Так, здесь у нас падает карта собака, карта друга, дружеских взаимодействий, помощи, поддержки, общения, либо нового круга общения. Это касается как старых друзей, так и новых друзей. То есть все, что связано с какими-то социальными кругами. То есть, понимаете, общение для души, для дела, либо совет друга, либо помощь друга, да, вот в этой ситуации. То есть неделя будет пройдена под этой эгидой. То есть, возможно, вам нужно будет совет друга, как реализовать себя, поскольку все-таки больше финансового спектра, то есть как реализовать себя в работе. Либо как продвинуться в плане работы. То есть вы здесь попытаетесь заручиться его помощью и поддержкой. Весы. Давайте смотреть, что же здесь у вас. А как карта не перевернулась, не будем считать, что она лапала из колоды. Позитив недели, негатив недели, совет от карты. На позитив недели. Так, у вас здесь падает перевернутый мир. Либо уже идет, совершилась, либо завершилась поездка, переезд. Потому что мир это ситуация окончания. То есть либо вы переехали, либо, скажем так, откладываете этот вопрос. Но вот что касается переездов, то есть вот ситуация подходит к логическому завершению, либо завершается. Чего это касается? Если взаимоотношения, то есть здесь выйти из тупика, что-то прояснить, либо поставить точку. Потому что мир, когда перевернут, это все. Это вот что-то резко... Поэтому все, что касается завершенного этапа, здесь у вас на этой неделе будет в плане позитива. Если это касается работы, то можно, например, распрощаться с одной работы, переход на другую, да? Если с позиции финансов, то, например, завершение выплаты чего-то конкретно, да? Либо возврат долгов, еще тоже такое может быть. В плане негатива недели здесь у вас падает перевернутый король Пентакли. Покажу вот так, чтобы было понятно. Что здесь конкретно? Либо влияние на ситуацию мужчины, это раз. Как правило, земной стихии делит, сделали козерог. Либо мужчина уже состоявшийся, да, и состоятельный, который имеет какую-то почву под ногами. В плане негатива как для вас сможет это сложиться? Либо, скажем так, человек вас может чем-то подвести. Например, ну не знаю, вернуть долг. Вот, наконец, он возвращает вам долг и последнюю часть. Но, скажем так, знаете, еще каким-то образом может вас за вашу душевную доброту, ну как-то ужалить, уколоть, что вот требовала, она могла бы дать вам большую рассрочку. Если в плане работы, то здесь, скажем так, не на со всех хороших, на нотах расстаться с начальством. А если с позиции личной, если данный аркан смотри, то это человек, который вам ставит ряд упреков. То есть никуда не ходи, с теми не общайся, губы не красть, ну и так далее. Это в целом, да, и вот вам хочется уже как бы завершить этот этап. В плане совета, о чем вам говорит карта. Соблюдайте умеренность во всем. Найдите свой внутренний баланс. Вот, чтобы вам душевно было комфортно. Ничего бы ни касалось работы, отношений, да, и так далее. Вот, когда ситуация будет нравиться вам, либо происходящее, вот тогда все изменится в благоприятную сторону. Ну, то есть, если вам не нравятся отношения, не держитесь на них. Либо попробуйте их поменять, если они не меняются, просто уходите из них. Не нравится работа, меняйте ее, потому что вы на нее будете ходить скрипя сердцем, не будете получать никакого удовлетворения. В плане неожиданности вам здесь падает карта всадника. Кстати, уже третий знак на день, который падает карта всадника. Карта поездки, переезда, приезда, либо карта сообщений, звонков, смс, переписок. Все, что связано с поездками, переездами, логистикой, либо коммуникацией посредством интернет. То есть, если вы долго ждали звонка или письма какого-то важного, значимого, получите. Если у вас здесь намечался переезд, приедете, переедете. Либо, если вы ждали к себе гостей, вот по всаднику ожидайте, все свершится. Кстати, по всаднику также может проходить переход, например, на новую работу. Так, что, смотрим теперь скорпионов, что же у нас, у наших скорпиончиков здесь будет. Так, позитив недели, негатив недели, совет от карт. На позитив недели. Так, перевернута тройка жезлов. Ну, то есть, не так все быстро складывается, как бы вам того хотелось. Почему? Перевернута тройка жезлов. Либо, если это касается отношений, отношений здесь и сейчас, без перспектив, без планов на будущее. Либо, например, кто-то с вами сейчас не захочет пойти на контакт, но тем не менее, для вас это все равно будет на пользу, потому что человек переосмыслит, переоценит и выйдет на контакт с вами сам. Если здесь касается работы, то тупиковая ситуация, ситуация стагнации, не видите каких-то перспектив роста. Если в плане финансов, ну, все ровно. Финансового роста здесь нет, но здесь нет каких-то колоссальных потерь. Почему данный аркан падает с позиции позитива, что здесь позитивного, да, закрытая ситуация? Это говорит о том, что вот даже какие-то вот застои для вас, они сложатся позитивно, потому что он не получает сейчас, получится в дальнейшем. Например, здесь сама ситуация еще вызревает, еще не вызрева. В плане негатива, что у вас здесь падает перевернутый рыцарь кубков. Ну, вот смотрите. Если с позиции личной жизни, то наткнетесь на стену непонимания. Когда, например, ваше начинание, либо попытку примирения могут отвергнуть. Если же с позиции работы, например, отметут в сторону ваш проект, либо деловое предложение, если в плане финансов, ну, сама по себе ситуация траты, здесь нет денежных поступлений. Ну, понимаете, потому что здесь все на эмоциях, сложно будет совладать ситуацией. И вы, например, подкаст на что-либо можете вспылить, да, самонационировать. Но в плане совета, как говорят, ну, даже карты говорят, перевернутая семерка жезла. Ну, пустите вы пока ситуацию на самотек. Ну, не боритесь вы, да? Ну, не отстаивайте вы какую-то вот сейчас позицию. Все разрешится само собой. Тем более, неделя для вас-то не является значимой, потому что здесь только младшие арканы, поэтому каких-то кардинальных жизненных перемен здесь не предстоит. Давайте я посмотрю, что вам здесь падает на неожиданность недели. Так, карта корабль. На что она у нас указывает? Поездка, переезды, приезды, либо же здесь может быть общение на расстоянии. Ну, то есть, например, смс, созвоны и так далее, да, поддержание общения посредством интернет. И вот здесь по карте корабль, возможно, либо вы ждете сама, вы пытаетесь кому-то приехать, переехать, либо ждете чего-то приезда, либо ждете каких-то вот сподвижий, каких-то кардинальных перемен в той ситуации, которая вас волнует. Ну, давайте все-таки я посмотрю, что же у вас здесь. Дотянем еще одну карту. Ну вот, если поездка, будет 100%. Если планировали вы, либо к вам должны приехать. Если же здесь в целом ждали сообщения, созвон, неважно, общение на расстоянии, тоже получите. Вести будут уже на пороге. И вы будете потом уже смотреть, как будет выруливать ситуация. Но это произойдет вот уже. Вот, ждите. Кстати, от вас может исходить инициатива здесь, кому-то написать, либо позвонить, дабы прояснить какую-то ситуацию. Еще так может отыграться. Так. Теперь стрельцы. Давайте смотреть, как же у вас отыграется последующая неделя. Так. Позитив недели. Негатив недели. И советов карты. На позитив недели. На позитив недели перевернутый корой кубков. Смотрите, что-то вы здесь будете слишком эмоциональны. Если на... Почему на позитив? Перевернутый корой кубков. Здесь либо вам откроется, скажем так, чье-то нелицеприятное отношение к вам. Либо ситуация предательства. Либо то, что, скажем так, за вашей спиной клевещут. Либо говорят какие-то нелицеприятные вещи. Почему для вас это откроется позитивом? Ну, отсеять ненужных людей. Да. Со своего поля зрения. По королю кубков это еще может быть мужчина. Водные стихии. Рак. Скорпион или рыба. Либо же в целом мужчина. Любовник. Ну, поскольку карта перевернута. Например, бывший. Да. Который бывший любовник. У вас с ним были отношения. То есть на позитив недели. Это увидеть истинное лицо человека. И отсеять его. Если мы будем рассматривать в плане финансов. Ну, это как бы с финансов. Трата на семью. Если с позиции работы. То здесь, например, идет отсутствие вашего профессионализма. И сложно найти контакт с руководством. Но, тем не менее, поскольку карта перевернута. Это ваше стремление. Скажем так. Расти до этого уровня. Перевернутый король кубков. Вы видите, что, например, в чем-то вы, ну, как бы, да. Они компетентны. И пытаетесь эту ситуацию исправить. В плане негатива. Перевернута шестерка жезлов. Сейчас объясню, что здесь конкретно. Если у вас намечались здесь какие-то поездки, переезды. Они будут сорваны. И если жизнь в целом ситуация касаемо вот возвращения неких н-ных лиц, да. То все. Вы дорогу закройте. Но знаете, почему негатив? Вам не хочется этого делать. Но вы понимаете, что это будет правильным решением. Если в плане работы. То ситуация провала. Ситуация крушения, либо поражения. Потому что, например, должность, на которую вы стремились, например, в плане, в рамках этой недели. Вы не получите. Если же в целом, как я сказала, с позиции финансов. То здесь не предвидится финансовый рост. А здесь будут только финансовые траты. В плане совета. О чем вам говорят карты. Ну вот. Вам все налицо. Посмотрите. Здесь все-таки больше касается вашей личной жизни. Вот восьмерка кубков. Карта ухода. Но только если это в прямом положении уход какой-то резкий, молниеносный. То вот здесь вы понимаете, что это самое правильное решение. Это уход осмысленный. Это уход обдуманный. Да, как я говорю, скрипя сердцем. Но вы понимаете, что эта ситуация неизбежна. Поэтому все-таки у большинства это будет касаться вопросов личной жизни. Но давайте все-таки я вытяну вам аркан. На неожиданность недели. Что у вас здесь будет происходить. Карта собака. Карта друга. Это попытка с кем-то, ну знаете, как посоветоваться. Проконсультироваться, возможно, по этому вопросу. Либо получить помощь, поддержку. Либо найти в ком-то опору. Дабы закрыть глаза на эту ситуацию. От нее абстрагироваться. Но, повторюсь, неделя для вас не является значимой. Здесь у вас одни младшие арканы. Она будет проходящей. Но вот с какой-то вот такой легкой грустью. Но понимаете, здесь сама по себе такая ситуация. Кто-то утолит ваши печали. Ваши вот эти тяготы, горести, переживания. Все у вас стабилизируется. И даже если вы это будете отпускать человека с тяжелым сердцем. Вы понимаете, что это во благо. Так. Идем дальше. Козероги. Что же наши козерожки? Так. Козероги. Позитив недели. Негатив недели. Совет от карт. На позитив недели. Так. Переверну до шестерка кубков. Это у вас ситуация желания изменить ситуацию с прошлого. Если касается личных отношений. Желание помириться. Либо восстановить отношения. Если не касается личных отношений. То здесь, например, стабилизация отношений с вашими близкими, друзьями, родственниками. Если смотреть с позиции работы. То карта чутка здесь и говорит о налаживании атмосферы в коллективе. То есть, знаете, вот пойти на компромисс, на контакт. Может быть, кому-то в чем-то помочь, да, оказать помощь. В плане финансов карта чутка здесь указывает на траты. То есть, здесь не будет улучшения положения. В плане негатива здесь у вас падает карта маг. Она может говорить о том, что либо вами кто-то попытается манипулировать, либо вы попытаетесь с кем-то манипулировать. Если в плане взаимоотношений. Ну, да, знаете, вот такая вот позиция. То есть, вы там, например, поссорились с девушкой, либо с молодым человеком, он к вам возвращается. Ну, и вы стали, конечно же, в позу. И серии, ну что, покусал локти, вернулся, да. Ну, вот позиция манипуляции. Если в плане работы, то это может быть ваша попытка манипулировать кем-либо. Подчиненными, либо даже просто коллегами. Или же близкими. Вот еще может так проиграться. И либо же здесь попытаться манипулировать вами. Играть на ваших чувствах. Так что вот такой вот аспект. И в плане совета, здесь у нас перевернутая четверка Пентакли. Это указание на то, что, скажем так, не пытайтесь, вот карта собственника, чтобы было понятно. Видите, держитесь руками, ногами. Не важно, за что это отношения, работа, либо какие-то ваши наработанные позиции. Не будьте плюшкиным. Ну, то есть, не пытайтесь все контролировать. Не пытайтесь держать над всем абсолютно какую-то вот властную позицию. Ну, то есть, умейте не только слышать, но и слушать. Потому что вот здесь вы закрыты от какого-то диалога, от какой-то конструктивной критики. Либо в целом от попыток взаимодействия. То есть, такая вот авторитарная позиция. Так, как я сказала, либо сказал, и никак иначе. Либо будет так, как я хочу, если бы нет, все, до свидания. Ну, потому что вы здесь пытаетесь удержать свое лидерство, свои позиции, свой авторитет. Я не говорю, что это неправильно, но здесь у вас уже немножко таким вот попахивает догматизмом. Так, ну, давайте посмотрим с позиции неожиданности. Что вам здесь падает в плане неожиданности недели? Клевер. Ну, что могу вам сказать по клеверу? Клевер – карта, которая нивелирует абсолютно все любые негативные аспекты. Карта удачи, исполнение желаний, налаживание контактов, благополучного исхода абсолютно любого дела, либо ситуации. Поэтому, как бы у вас какие-то не были стычки или манипуляции, отстоите вы свои позиции. Все будет по-вашему. Поэтому переживать нам здесь не о чем. Так, идем дальше. Теперь наши водолеи. Кстати, мне кто-то на днях написал в комментариях, что я негативно и предвзято отношусь к водолеям. Поверьте мне, это абсолютно не так. Более того, у меня отец водолей, поэтому... Ну, мне непонятно, почему вы, в принципе, пишете такие вещи. Если падают негативные карты у вас в раскладе, то это не мое предвзятое отношение к вам. Как, в принципе, к другим знаком зодиака. Для меня они все равны. Так, позитив недели, негатив недели. С вами этот карт. На позитив недели. Попытки отстоять, отжать свое. Если касаемо отношений, то отставить свои отношения. Если касаемо финансов, то здесь не только получить, приумножить, а еще, знаете, желание получить сверху положенного. Отставить свои финансовые позиции, да. В плане работы, это, знаете, идти на пролом. В чем-то даже деспотично, догматично, но это, поймите, отставить свои здесь финансовые права, финансовые интересы. У вас здесь, как бы, все будет в порядке. В плане негатива. Король Пентакли. Ну, вот это у вас жадность. Вот хочу все и сразу. Такая вот авторитарная позиция. Почему выступать в плане негатива? Ну, не зря же говорят, если такая пословица, да. Жадность фраера погубит. То есть, все потихонечку, все степенно. Всем хочется все и сразу. Но, поймите, в этой ситуации вы можете сгореть. Итак, рассматриваем, если в плане личной жизни. В основном больше проиграться для женщины, потому что здесь выпадает мужская фигурная карта. Здесь в плане негатива, то по Королю Пентакли какие-то финансовые аспекты и вопросы, нерешенные с мужчиной. Либо же в целом, когда мужчина может вернуться в вашу жизнь, либо уже есть в вашей жизни и может ставить вам ряд рамок, ограничений, упреков, запретов и так далее. Либо, как я говорю, здесь может проплывать такой вот финансовый вопрос, да, какие-то несостыковки в этом плане, в этой сфере. В плане работы, но здесь может быть негативное влияние вашего руководства, начальника, попытки оспорить, например, здесь оплату труда, либо премии, либо еще какие-то нюансы. Но, тем не менее, отстоите свои интересы. И, как говорит карта, вот, у вас, понимаете, деньги деньгами погонять. Перевернутая восьмерка Пентакли. Это указание на то, сейчас посмотрите, всех денег сразу не заработаешь. Понятно, что вы здесь вкалываете, как лошадь, да, вот, и днем, и ночью, но перевернутая восьмерка Пентакли, это, знаете, чуть-чуть сбавьте пыл. Ваше желание обогатиться, оно понятно, особенно, если у вас есть такой хороший проект, и вы стремитесь это реализовать. Но делайте это степенно, иначе просто эмоционально выгорите и прогорите, ну, то есть, в том плане физически, знаете, как вы перегорели, либо не получается, а потом опустятся руки. Поэтому не годните лошадей, чтобы это не отразилось на вашем здоровье. Итак, на неожиданность недели у вас здесь падают вот плетки, когда вы не готовы слышать, либо вы не готовы воспринимать информацию, либо идти на компромиссы, например, ну, с вашим оппонентом, либо, не знаю, с деловым партнером. Ну, вот ситуация непонимания. Из-за этого, из-за того, что вы, скажем так, будете догматично отставать свои интересы, ну, например, совершаете вы какую-то сделку, вы, вот я хочу там 60%, вам 40%, и ни копейкой меньше. То вот, будучи диспотничным в каком-то вопросе, либо упрямым, вы можете потерять абсолютно все. Давайте, все-таки, дотяну вам еще одну карту. Как у вас это разрешится? Вот карта Аист, карта перемен. Разрешится это благоприятно, все-таки будьте открытыми. Карта Аист всегда стоит приятные перемены. Особенно они могут касаться переезда, перелета, аспектов, если касается у вас все-таки какие-то моменты деторождения. Либо здесь также может касаться вопросов недвижимости. Вот такая неделя у нас будет у Водолеев. Ну, и давайте же перейдем к рыбкам. Что тут наши рыбки? Так, рыбки. Позитив недели. Негатив недели. И совет от карт. На позитив недели. Так, смотрите, перевернутая семерка мечей. Если здесь касаемо личной жизни. Кто-то из бывших попытается вам вернуться. Это раз. Потому что данная карта указывает, знаете, как раз жизненного двора, либо на две семьи. Либо когда человек переосознал и пытается, да, вернуться, да, на свеженное место. Если в плане работы здесь попытки вас подсидеть, либо однозначно будет спеть не за спиной, это 100% факт. Если в плане денег, остерегайтесь каких-то сделок на этой неделе, особенно крупных, значимых, финансовых, да, когда вы вот что-то покупаете, либо вы что-то вкладываетесь. Потому что здесь вас просто могут кинуть на деньги. В плане негатива, карта МА, карта манипуляции, то есть будут пытаться вами манипулировать кто-либо, неважно, на работе, в личной жизни, да, попытки на вас давить, оказывать какое-то воздействие. Ну, то есть вот продавить четко вас в каком-то вопросе. Поэтому не поддавайтесь на эти нюансы. Безусловно, здесь может отыграться, как и ваши попытки манипуляции кем-либо. Но все же, вот в связке этих карт, это больше то, что пытаются манипулировать вами. И в качестве совета здесь у вас падает, сейчас вам покажу, перевернутая правосудие. О чем говорит карта? Если вы ждали, ну, например, какого-то справедливой ситуации, ситуация, как это, ну, не то, чтобы возмездие, как это правильно сказать. Вот, например, что если партнер к вам выше вернется, там упадет на колено, если это мужчина, либо если это девушка, то здесь четко будет просить прощения, прости, там, я все осознала и так далее. Нет, этого не будет. Здесь будут еще попытки сделать вас виноватым, потому что само по себе перевернутое правосудие – это карта осуждения. Если же здесь касается вопросов каких-то, ну, законодательной власти, юриспруденции, то здесь ситуация будет не на вашей стороне. Оппоненты ваши вас обойдут, оставят вас ни с чем. Если здесь касается работы, то, опять же, со стороны руководства может быть ситуация выговора, либо, скажем так, нелицеприятных моментов, потому что вот эти вот сплетники, которые у вас действуют за спиной, добьются ситуации, да, добьются, скажем так, своих каких-то результатов. Поэтому будьте, пожалуйста, здесь предельно внимательны и осторожны. Повторюсь, когда падают негативные карты, это не я к вам предвзято отношусь. Таким образом идет информация. Для чего вы смотрите эти терраскопы? Для того, чтобы этой ситуации избежать. То есть, знаете, как предупрежден, значит вооружен. То есть, если вы знаете, на какие моменты нужно обратить внимание, постарайтесь их снивелировать, чтобы они у вас просто не произошли. Так, и давайте же здесь посмотрим на неожиданность недели. Что же у вас здесь падает? Так, лилии. Значит, смотрите. Касаемся нескольких аспектов. Ну, вообще лилии – это карта секса, карта духовной связи, каких-то вот, да, духовных практик на работах. Но с позиции личной жизни, да, туда на аркан указывают, что ваш партнер, если к вам и вернется, то вот с позиции сексуальной тяги. Здесь больше как бы не духовное душевное родство, а именно сексуальный интерес. Если здесь, скажем так, с позиции работы и других аспектов, желание вас продавить, будет пользоваться вашей духовностью, тем, чтобы человек совестный, обходительный, что вы придерживаетесь каких-то вот правил по жизни, у вас есть свои какие-то внутренние установки, будут бить на это, ну, как бы оставят вас здесь ни с чем. Лилии – карта, которая указывает на то, что да, вы должны к себе прислушиваться, но тем не менее не должны наступать себе на горло в каких-либо обстоятельствах. Если видите, что по отношению к вам поступают несправедливо, не закрывайте на это глаза. То есть здесь не нужно быть в этой ситуации Иисусом, то есть поставил одну щеку и подставлю и вторую. Давайте посмотрим, чем для вас эта ситуация здесь разрешится. Ну вот Лилии и Якорь, ситуация будет стабильная. Если касается работы, то есть присмотрите здесь к работе, кто-то попытается, как я говорю, да, сыграть на ваших качествах. Если здесь касается личной жизни, добьетесь стабильности, добьетесь положительного изменения ситуации. Но вы здесь должны быть, знаете, как непреклонны. Еще что сам по себе указывает Якорь, что, например, в вашей жизни длительное время была ситуация стагнации, либо какая-то сама по себе, сам по себе вопрос, да, то есть работа, либо отношения тянули вас на дно. И вот теперь пришло время это изменить. Так, ну давайте все-таки, чтобы я уже была спокойна, я не рыбы. Но мне просто само интересно, чем же у вас эта ситуация завершится. Давайте дотяну вам карту. Так, Луна. Действуйте соразмерно своей интуицией. Вы получите и помощь, и поддержку, и дадите выход из этой ситуации. Луна – это карта эмоциональных привязок. Более того, если вам необходим здесь совет, по карте Луна воспользуйтесь либо услугами астролога, либо обратитесь за помощью к вашим близким людям. Потому что Луна у нас отвечает из-за так же сокровной связи. И здесь вы получите какую-то отдельную помощь, либо совет. Вот такая вот у нас вышла неделя. И для рыбок, и для остальных представителей зодиакального круга. Пусть у вас неделя служится только самым замечательным образом. Я вам искренне и от всей души этого желаю. Отписывайтесь, пожалуйста, в комментариях, касаемо того, как у вас неделя проигралась или не проигралась. Для меня очень значима ваша обратная связь. Я по мере возможностей всегда читаю ваши комментарии, стараюсь на них ответить. Для тех, кого интересуют индивидуальные консультации, либо обучение в индивидуальном порядке, пожалуйста, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok